За 25 лет Казахстан добился значительных успехов, отмечают зарубежные аналитики. Наша страна уже давно стала примером того, как в мире и согласии живут представители разных культур и национальностей. Известен Казахстан всему миру благодаря и другим глобальным инициативам президента. Наши собственные корреспонденты готовы представить мнение экспертов. Телемарафон начинает Германия. Я передаю слово Шолпанной Манбаевой. Заявления и идеи Нурсултана Назарбаева настолько актуальны, что находят отзыв и поддержку во многих странах мира. В Германии в первую очередь. Сейчас рядом со мной находится немецкий эксперт по странам Центральной Азии Гюнтер Кнабе, который готов с нами побеседовать. Какое достижение Казахстана вы считаете самым важным? Я хочу поздравить весь казахстанский народ с 25-летием независимости и пожелать вам счастья и удачи на сотни лет вперед. Я думаю, самым важным достижением Казахстана является добровольный отказ от ядерного оружия. В манифесте «Мир 21 век» казахстанский лидер призвал мировые державы отказаться от оружия массового уничтожения и немедленно остановить все военные конфликты. Несомненно, эти инициативы президента Казахстана очень актуальны. Большое спасибо вам. Напомню, с нами был немецкий эксперт по странам Центральной Азии Гюнтер Кнабе, а я передаю слово своему коллеге. Здравствуйте. О достижениях независимости нашей страны сегодня говорят и в Брюсселе. В европейской столице отмечают особые успехи нашей республики за 25 лет нашего суверенитета. И сейчас рядом со мной находится генеральный секретарь энергетической харти, господин Урбан Руснак, который готов ответить на наши вопросы. Господин Руснак, как вы считаете, каково основное достижение нашей независимости за этот четверть вековой период? По-первых, я бы хотел поздравить всех казахстанцев с 25-летием, с серебряным юбилеем независимости. Я считаю, что с точки зрения энергохартики, харти и энергетики вообще, можно отметить факт, что Казахстан, страна, которая обладала огромнейшим потенциалом в развитии, как нефтегазовой, угольной, ядерной промышленности, смогла не только освоить этот потенциал и поставить его в основу развития национальной экономики, но и смотреть в будущее и вовремя начать развивать новые воздновляемые источники энергии, которые позволят человечеству достать более правильного распределения ресурсов на будущее. Спасибо вам большое. А я напоминаю, что только что на наш вопрос ответил генеральный секретарь энергетической харти, господин Урбан Руснак. Я передаю слово своему коллеге. Эксперты в России, перечисляя достижения Казахстана за 25 лет независимости, чаще всего говорят об этом в контексте евразийской интеграции, как казахстанской инициативы. С нами Алексей Пелько, директор Евразийского коммуникационного центра. Этот центр, кстати, занимается информационной поддержкой евразийской интеграции. Алексей Васильевич, вам слово. Процесс евразийской экономической интеграции состоялся во многом благодаря президенту Казахстана Набсултана Абиша Назарбаева. Мы помним его речь в ценах Московского университета в 1964 году. Сейчас, по прошествии десятилетий, Казахстан является участником успешного интеграционного объединения, в которое входит пять стран Евразийского экономического союза. В этом году для ЕАЭС произошло два замечательных события. Во-первых, полностью подписан пакет документов по созданию общего евразийского фармацевтического рынка. Кроме того, после января начнет функционировать Единый таможенный кодекс. Интеграция развивается достаточно успешно во многом благодаря тому, что Казахстан является ее мотором. Спасибо, Алексей Васильевич. Напомню, с нами был директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пелько, а я передаю слово коллегам. Спасибо, коллеги.